МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Коротко о главных новостях четверга в программе «Наше время». С вами Юлия Гафарова. Здравствуйте. Сегодня утром улица Донгусскую парализовала крупная авария. Самый час пик дорогу не смогли поделить ВАЗ-2110 и Лада Калина. Водителям пришлось стоять в пробке больше часа, чтобы проехать путепровод. Причем затор образовался в обоих направлениях, как из города, так и из южного поселка. Из-за этого на работу сегодня опоздали сотни человек. Подробности ДТП нам сообщили в пресс-службе ГИБДД. Транспорт средства получили механические повреждения. Пострадавших в данном дорожно-транспортном происшествии нет. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, по результатам которых будет принято процессуальное решение. И добавлю, виновника аварии в ГИБДД назовут после проведения проверки. В отношении первого заместителя главы Оренбурга Сергея Николаева проводится служебная проверка. Об этом сообщает в сайтах и Москвы в Оренбурге. Как стало известно, письмо с просьбой провести проверку главе города Евгению Арапову написал губернатор Юрий Берг. В бумаге сообщается, что поводом стала неудовлетворительная работа администрации города по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, которую выявила проверка фонда по содействию реформирования ЖКХ. В письме губернатор просит принять в отношении курирующего вопрос переселения Сергея Николаева соответствующие меры дисциплинарного взыскания. Комментировать ситуацию в мэрии не стали, ссылаясь на то, что проводится внутренняя проверка. Напомню, программа по переселению жителей из ветхого фонда в Оренбурге оказалась фактически сорванной. Как мы сообщали ранее, несколько подрядных организаций, получив деньги, так и не завершили работы по строительству дома для переселенцев. Что ждет? Скандальный недострой. Областной суд сегодня начал рассмотрение апелляции относительно запрета на возведение 18-ти этажки на улице Чкалова. Прошение подал застройщик фирмы «Фокус». Напомню, объект начали возводить в феврале этого года, несмотря на отчаянные протесты горожан. Многоэтажку буквально втиснули между соседними домами и детской площадкой. Подозрительным объектом заинтересовалась прокуратура. Она выявила массу нарушений при проектировании дома. В основном это касается плотности застройки в этом районе. Три месяца назад Ленинский суд признал стройку незаконной. Однако застройщик подал апелляцию и выдвинул новые доводы, чтобы продолжить возведение объекта. Какие? Расскажем в следующем выпуске в 20 часов. Тем временем Оренбург продолжает лишаться деревьев. Сегодня несколько карагачей вырубили перед строящейся гостиницей «Хилтон» на улице Маршала Жукова. Почему город безжалостно лишают зеленых насаждений? И где еще в этом году спилили деревья? Вспоминал Иван Берр. Вырубка деревьев в Оренбурге продолжается. Рядом с гостиницей «Хилтон» сейчас спилят карагачи. Куда это заведет пока непонятно. У нас еще здесь осталось буквально 4 дерева. Возможно дальше перейдут к парку. Чем это закончится узнаем чуть позже. Ну а пока стальные шумные зубастые челюсти пилы продолжают пожрать немалочисленную зелень города. Причем жители Оренбурга к такой политике относятся отрицательно. Если в ненужных местах, то можно и спилить. Но так экологически было бы, чтобы их было больше лучше. Вы за спил деревьев? Старых, конечно. Которые падают потом на автомобиль. Это отрицательное явление. И ни в коем случае в нашем степном крае нельзя удалять ни одно дерево. Если оно только не причиняет какой-то, например, вред. Ну, угроза жизни или машина там может пострадать. Только то. Аварийные деревья. А такие деревья должны быть. Попытка прояснить ситуацию на месте успехом не увенчалась. Рабочие, похоже, и сами не знают, для чего их сюда отправили. Эти торгачи сухие. С какой целью их спилили? Это вот все вопросы. Сюда к этому. Как? Что здесь стройка? Нет. Вы просто получили задание и выполняете его? Да. Впрочем, как нам удалось выяснить, в администрации Южного округа о вырубке деревьев у гостиницы «Хилтон» знают. Причем эти работы официально одобрены. Да, они у нас вчера получили порубочный билет на вырубку зеленых насаждений. Там по проекту благоустройства их подъездные пути они делают. Все оплатили они и взамен снесенных еще деревьев у них будет дополнительная высадка новых деревьев. Тем временем, с разрешения властей, а иногда и нет, центр города потихоньку остается без зеленых легких. Причем для чиновников более значимая стройка. Так недавно уничтожению подверглись клёны на улице Богдана Хмельницкого, карагачи на улице Степана Разина и лесопосадка на улице Солмышской в районе новых многоквартирных домов. Иван Бер, Владимир Семенов. Наше время. Оренбуржцы стали чаще болеть. Только за прошедшую неделю за помощью к врачам с простудой обратились около 10 тысяч человек. По данному Роспотребнадзору, количество заболевших увеличилось в полтора раза. Эпидемии гриппа пока нет. Всплеск вирусных заболеваний медики ожидают в зимние месяцы. Но уже сейчас в самом разгаре прививочная кампания. На бесплатную вакцинацию от гриппа могут рассчитывать 410 тысяч взрослых и 250 тысяч детей. Какие вакцины появятся в регионе и почему прививку нужно делать заранее, узнала Екатерина Волкова. За 40 лет Валентина Щелокова ни одной прививки от гриппа не пропустила, потому как в чудо действия убеждалась много раз. Эффект очевидный, ведь продукт генной инженерии отечественной вакцины помогает пенсионерке выработать устойчивый иммунитет. Прививку сделаю, никогда я не болею. Тем более прививки всегда бесплатные. На работе я работала, здесь всегда вовремя. Перед прививкой обязательно медицинский осмотр. Если температура и давление в норме, дорога в процедурную. На бесплатную прививку смело могут рассчитывать те, кто в группе риска. А это все те, кто работают с людьми. Медики, учителя, водители общественного транспорта, призывники, школьники, студенты и те, кому за 60. Первая партия отечественной вакцины от гриппа поступила во все поликлиники и больницы области. А это почти на 400 тысяч доз. Для взрослых идет вакцина СОВИ-грипп. Дети у нас прививаются двумя видами вакцин. Это вакцина Гриппл-плюс, с которой мы работаем вообще уже много лет. И вакцина Ультрекс, она для детей старше 6 лет. И детские вакцины все без консервантов. Вакцина очищена. Как показывает практика, прошлых лет пик заболеваемости приходится на зиму. Пока эпидемию гриппа в Роспотребнадзоре не прогнозируют. И новых вирусов тоже не фиксируют. Хотя болеть оренбуржцы уже начали. Но только простудными заболеваниями и ОРЗ. За прошлую неделю, по данным мониторинга, за медицинской помощью обратилось около 10 тысяч человек. В основном это дети, где-то 70%. А если говорить про город Оренбург, то число жителей областного центра составило 4 тысячи. Специалисты советуют прививку делать заранее. Ведь, чтобы выработать от вируса иммунитет, организму понадобится 2-3 недели. Прививочная кампания продлится до декабря. Присоединиться к ней врачи призывают и руководители организаций, а также частных предприятий. С просьбой к директорам обратился и Роспотребнадзор, чтобы те обеспечили вакцинацию сотрудников. Екатерина Волкова, Владимир Семенов. Наше время. Пока это все. О других новостях расскажем в 8 вечера. Оставайтесь с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова